50 памятников и объектов культурного наследия на территории УГО никому не принадлежат. Администрация не может взять на себя их восстановление и благоустройство. Для этого необходимо передать памятники в муниципальную собственность. Управление имущественных отношений работает со всеми этими объектами. Но в 2015-м успеет принять только 14 памятников. Лишь часть из них – до 9 мая. Чтобы официально признать такой объект безхозяйным, по закону требуется выждать целый год. В течение 2015 года код как раз истечет. Мы признаем право муниципальной собственности путем подачи искового заявления в суд. После этого примем муниципальную казну. Вместе с памятниками в муниципальную собственность в этом году перейдут 5 безхозяйных жилых домов, 15 объектов инженерной инфраструктуры и нежилые здания. Это одна из мер по увеличению доходной части бюджета. Депутаты также обсудили, как эффективно чиновники распоряжались муниципальной собственностью в прошлом году. Эта работа проводится в рамках отдельной ведомственной целевой программы. В 2014-м на нее выделили около 16 миллионов рублей. И почти все эти средства были освоены. Да, мы сегодня можем говорить о том, что может быть что-то было недостаточно эффективно. Но я хочу обратить ваше внимание, что в отличие от некоторых других программ, данная программа в финансовом плане за 2014 год выполнена достаточно полно. Если мы посмотрим итоговую цифру, то выполнение на 98,4% это достаточно высокий показатель на самом деле. Также члены комиссии приняли формальные изменения в положении об охране и использовании городских лесов. В ходе заседания депутаты еще раз попросили сотрудников администрации предоставлять не только статистику, но и подробный анализ, проделанный за год работы. Евгений Талов, Антон Войсыховский, Телемикс.